Здравствуйте, давайте продолжим. До сих пор мы рассматривали стандартную модель сильных и электрослабых взаимодействий. По сути, это то, что мы должны получить при низких энергиях. Как предел некоторой теории Великого Объединения. Ну, а собственно, к изучению теории Великого Объединения мы переходим, вот начиная с сегодняшней лекции. И сегодня мы будем рассматривать, ну, по крайней мере, начнем рассматривать наиболее простую теорию Великого Объединения, основанную на калибровочной группе СУ-5. Этим мы будем заниматься достаточно долго. Ну, собственно, поэтому у нас будет, значит, глава 2. СУ-5. Теория Великого Объединения. Вообще говоря, конечно, эта теория не самая лучшая, безусловно, но наиболее простая. И поэтому, конечно, изучать теорию Великого Объединения разумно именно, начиная с нее, поскольку на ней можно, ну, как на наиболее простом примере, увидеть все характерные особенности теории Великого Объединения, характерные проблемы этих теорий, ну, естественно, и предсказания, которые они дают, естественно, тоже. Хорошо. Ну, мы, естественно, начнем вначале с самых каких-то простых вещей. И, собственно, параграф 1 у нас будет. Простейшие сведения о группе СУ-5. Ну, группа СУ-5, она, естественно, состоит из унитарных матриц размера 5 на 5 с единичным определителем. Ну, какие-то простейшие сведения о группах и алгебрах Ли, они были в курсе классической теории поля. Я заново повторять соответствующий материал, конечно, не буду. И буду использовать те результаты, которые были там получены. Ну, соответственно, кое-чего, естественно, напомню. Итак, значит, омега принадлежит СУ-5, ну, в том случае, если эта матрица является унитарной, то есть омега крест омега равняется единице, ну, единица, это есть единичная матрица 5 на 5, омега тоже, естественно, матрица 5 на 5, и детерминат омега равняется единице. Хорошо. При этом размерность группы СУ-5, ну, естественно, это есть частный случай, там, размерности группы СУ-Н, которая равна Н квадрат минус единица, то есть размерность СУ-5, это будет, естественно, 5 в квадрате минус единица, соответственно, это будет 24. Это, по сути, количество независимых параметров, с помощью которых можно задавать элементы группы СУ-5. Ну, а ранг группы СУ-5, это есть количество генераторов, которые могут быть одновременно диагонализованы, снова есть частный случай СУ-Н, и ранг для СУ-Н есть Н минус единица, поэтому в данном случае это будет 5 минус 1, это будет 4. Хорошо. Значит, естественно, как мы знаем, там, из курса классической теории поля, алгебры или они связаны с группами Ли с помощью экспоненциального отображения, ну, как минимум, так сказать, в некоторой окрестности единиц, который, вообще говоря, может быть и достаточно большой, справедливое экспоненциальное отображение, то есть омега есть е в степени альфа, где альфа — это есть элемент алгебры Ли группы СУ-5. Ну и, естественно, вот подобное родо соотношение на элементы группы, они, конечно же, переформулируются в какие-то соотношения для элементов алгебры, ну и, в частности, как несложно видеть, из условия унитарности будет следовать условие антиэрмитовости для элемента алгебры, ну, естественно, для элемента алгебры Ли все соотношения будут являться линейными, да, и условие детерминанта омега равняется единице, ну, в силу известной формулы, там, логарифм детерминант равен трейс-логарифму, вот это вот условие дает для элементов алгебры Ли, соответственно, условие трейс-альфа равняется нулю. Таким образом, алгебра Ли группы СУ5, она состоит из антиэрмитовых матриц и удовлетворяющих условия бесследовости. Хорошо, ну, отсюда, кстати говоря, можно очень легко посчитать, например, ту же размерность, что мы когда-то в курсе классической теории поля для СУН делали. Хорошо, значит, это вещи известны. Теперь дальше. Значит, с точки зрения теории поля группы СУ5, она, конечно, замечательна тем, что она содержит подгруппу СУ3 на СУ2 на У1. Ну, собственно, стандартная модель. Это и есть калибровочная теория с группой СУ3 на СУ2 на У1. Ну, если мы хотим, чтобы такая группа получалась бы после спонтанного нарушения симметрии из какой-то теории с более широкой калибровочной симметрией, то, конечно, вот эта вот широкая калибровочная группа, она в качестве подгруппы должна содержать СУ3 на СУ2 на У1. Ну, и поэтому, значит, вообще говоря, вот это вот необходимо. Хорошо. Ну, давайте, прежде чем двигаться дальше, наверное, все-таки я напишу какие-то простейшие еще вещи. скажем, у нас размерность СУ3 на СУ2 на У1 нужно посчитать и ранг. Давайте вот, пожалуй, что вот эти вот величины мы напишем. Итак, значит, размерность СУ3 на СУ2 на У1. Ну, понятно, это будет сумма размерности СУ3, СУ2 и У1. У СУ3 размерность, там, 3 в квадрате минус 1, 8. У СУ2 размерность, естественно, 3. У У1 единица, поэтому суммарная размерность 12. Ну, и если, опять же, посчитать ранг СУ3 на СУ2 на У1, ну, тоже будет, естественно, сумма рангов. Для СУ3 это будет 2, для СУ2 единица, ну, и для У1 тоже единица. Поэтому ранг равен 4. По крайней мере, сравнивая вот эти вот числа вот с этими, мы видим, что размерность группы СУ5 больше, чем у СУ3 на СУ2 на У1. Ранги совпадают. Поэтому, ну, по крайней мере, возможно, что такая формула верна. Конечно, естественно, совсем не обязательно, что если там размерность одной группы больше, чем размерность другой, то, соответственно, мы получаем подгруппу. Это, естественно, далеко не всегда так. Но, по крайней мере, это есть заведомо необходимое условие. Хорошо, теперь вопрос. Значит, как построить вот такое вот вложение? На самом деле, собственно, построить его очень легко в явном виде. И сейчас мы как раз это и сделаем. Итак, давайте мы с вами попробуем разместить элемент группы СУ3 на СУ2 на У1 внутри группы СУ5. Как это можно сделать? Давайте мы рассмотрим следующую 5 на 5 матрицу. Вот разделим ее на блоки. Значит, понятно, вот здесь у нас будет 5. Вот здесь вот у нас будет 3. А вот здесь вот у нас будет 2. Ну и здесь, естественно, то же самое. Соответственно, значит, 5, 3 и 2. Тогда вот здесь вот, ну, 6 элементов здесь, естественно, есть. Я везде ставлю нули. Здесь я тоже везде ставлю нули. Вот сюда вот, в блок размера 3 на 3, помещаю элемент группы СУ3. Соответственно, омега-3 у меня будет принадлежать СУ3. Ну, естественно, точно так же сейчас появится у меня омега-2, который будет принадлежать СУ2. И он, естественно, у нас пойдет вот сюда, вот в этот блок. А элементы группы У1, ну, вот они как бы так распределяются вот по вот этим вот двум блокам. И чтобы еще У1 получить, вот сюда надо написать Е в степени минус 2 и альфа, а сюда нужно написать Е в степени 3 и альфа. Где альфа, это и есть произвольное вещественное число, да? Там альфа вещественное число, ну, параметр преобразований группы У1. То есть вот, в принципе, вот эта вот матрица, это и есть элемент группы СУ3 на СУ2 на У1, вложенная в СУ5. То есть это ни в коем случае не есть произвольный элемент группы СУ5, да? Это элемент именно вот СУ3 на СУ2 на У1. Хорошо, ну, теперь вопрос, почему так? Ну, понятно совершенно, что это, конечно, значит, элементы СУ3 на СУ2 на У1, это довольно, естественно, очевидно. Вот, но тем не менее вопрос, значит, будет ли получившаяся матрица унитарной, будет ли она иметь определитель равный единице, ну, и вообще тоже заодно и не помешало бы понять, а почему здесь вот такие цифры, там, минус 2 и 3, так на всякий случай я подгляжу, что знак поставлен в соответствии со стандартными обозначениями. Да, все правильно. Хорошо, соответственно, давайте проверим, что все вот эти вот условия выполнены. Так, ну, естественно, элемент алгебры Ли не нужно путать вот с этим параметром группы У1, который здесь тоже обозначен той же самой буквой, вот, ну, естественно, это вещи разные. Так, хорошо, теперь давайте мы с вами убедимся, что вот эта вот матрица, ну, давайте ее тоже омегой назовем, будет являться унитарной. Для этого надо проверить условия, что, значит, омега крест омега равно единице, это мы проверяем. Ну, давайте вначале вычислим омега крест. Омега крест получается с помощью эрмитового сопряжения, соответственно, вот на числовой множитель оно, естественно, действует как комплексное сопряжение, будет 2 и альфа, здесь будет омега 3 крест, здесь будет 0, здесь будет 0, здесь будет е в степени минус 3 и альфа, здесь будет омега 2 крест. Ну, и умножаем вот на эту вот омегу. Соответственно, получится вот так вот. Е в степени минус 2 и альфа, омега 3, е в степени минус, так, плюс 3 и альфа, омега 2. Равняется. Ну, естественно, две блочные матрицы, блоки перемножаются по отдельности, вот эта экспонента сократится с этой, вот эта экспонента сократится с этой, ну и получается, соответственно, матрица вот такая вот. омега 3 крест, омега 3, омега 2 крест, омега 2, здесь, естественно, нули, ну, понятно, в силу того, что омега 3 принадлежит группе Су3, это будет унитарная матрица, омега 3 крест на омега 3, это есть единичная матрица, размера 3 на 3, омега 2 крест на омега 2, есть единичная матрица размера 2 на 2, ну, суммарно, естественно, получается единичная матрица размера 5 на 5, ну, собственно, вот это вот условие мы проверили, действительно, получившаяся матрица, вот эта вот является унитарной, это раз. Хорошо, ну, кроме того, у нас есть еще условие того, что ее определитель должен быть равен единице. Давайте посмотрим, будет ли это условие выполняться. Так, единица тоже мы проверяем, равняется вопрос, детерминат омега равняется, детерминат, ну, и вот снова напишем вот эту вот матрицу. Так, е в степени минус 2 и альфа, омега 3, е в степени плюс 3 и альфа, омега 2. Ну, естественно, определитель такой вот блочной матрицы будет представлять собой просто произведение определителей, вот таких вот, е в степени минус 2 и альфа умножить на омега 3, умножить на определитель, е в степени 3 и альфа на омега 2. И здесь, конечно же, каждая строчка или там каждый столбец, как угодно, они будут умножаться вот на такой вот числовой множитель. Ну, понятно, если хотя бы одна строчка определителя умножится на какое-то число, то, естественно, и сам определитель умножится на это число. А здесь все строчки умножаются вот на это число. А сколько здесь строчек? Ну, это, естественно, 3 на 3 матрицы, да, поэтому все три строки умножаются вот на такой множитель. Поэтому определитель, он умножится, естественно, на величину е в степени минус 2 и альфа в третьей степени. Ну, умножить, соответственно, на детерминат омега-3. А здесь матрица 2 на 2, и каждая ее строка умножается вот на такой умножитель. Поэтому здесь будет e в степени 3 и альфа в квадрате умножить на детерминат омега-2. Поскольку матрица омега-3 и омега-2 принадлежат SU3 и SU2 соответственно, то их определители, естественно, равны единице, и остается у нас следующее. e в степени минус 6 и альфа, здесь будет единица, потом здесь будет e в степени плюс 6 и альфа, и здесь снова будет единица. Ну, экспоненты взаимно уничтожаются, и мы получаем, естественно, единицу. Поэтому все, действительно, определитель получившейся матрицы оказался равен единице, и то, что вот здесь вот числа минус 2 и 3, это как раз, ну, в силу вот проведенного вычисления, очевидно и связано вот с этим вот условием, да? По крайней мере, естественно, можно было не обязательно там написать минус 2 и 3, можно было написать там минус 1 и 3 вторых, это не принципиально. Вот, ну, по крайней мере, это там минимальные целые числа, которые могут быть здесь поставлены. Хорошо, значит, понятно, что действительно вот эти вот структуры необходимы, чтобы получить определитель всей вот этой большой матрицы равной единице, ну, и так, чтобы, естественно, значит, все вот это вот в конце концов принадлежало бы Су-5. Хорошо, ну, тем самым мы видим, что действительно группа Су-3 на Су-2 на У-1 может быть вложена в Су-5. Вот явный вид вложения, то есть это действительно самая настоящая подгруппа Су-5. Более того, можно доказать, что это есть максимальная подгруппа. В том смысле, что не существует какой-то группы Су-5 на Су-3 на Су-2 на У-1 такой, что Су-3 на Су-2 на У-1 лежало бы в Су-5. Ну, естественно, предполагается, что же отлично от Су-3 на Су-2 на У-1 и отлично от Су-5. То есть в этом смысле Су-3 на Су-2 на У-1 есть то, что называется максимальная подгруппа Су-5. Да, то есть каких-то промежуточных звеньев нет. Хорошо. Ну, и опять же, благодаря как раз вот этому теория с калибровочной группой Су-5, она и является наиболее простой. То есть группа Су-5 — это как бы самая маленькая группа, вот эта вот претендующая, так сказать, на то, чтобы быть группой теории великого объединения, которая включает в себя Су-3 на Су-2 на У-1. Есть другие теории, но там калибровочные группы будут еще шире, еще больше. Хорошо. Ну, мы, естественно, будем работать вот с этим вот самым простейшим вариантом с калибровочной группой Су-5. Ну, и дальше, соответственно, нам, конечно, потребуются генераторы. Естественно, генераторы у нас заведомо в теории поля понадобятся. Там, скажем, всякие величины типа калибровочного поля, тензора поля, они все, конечно, раскладываются по генераторам. Ну, в наших обозначениях генераторы фундаментального представления, значит, ну и как любые вообще генераторы, они являются, естественно, эрмитовыми, бесследовыми, да? Ну, и это, естественно, 5 на 5 матрицы. Индекс А пробегает значение от единицы до размерности группы Су-5, то есть до 24. Ну, и всегда мы будем предполагать выполнение условия нормировки трейс ТАТБ равняется 1 вторая дельта АБ. Ну, и на самом деле наличие 1 второй в этой формуле, оно позволяет не выписывать там в очень многих местах всякие корни из двух. Хорошо, теперь как построить вот эти вот генераторы в явном виде? Ну, на самом деле, конечно, очень разумно было бы согласовать явный вид вот этих генераторов с вот этим вот вложением. То есть часть генераторов взять как генераторы группы Су-3, еще часть генераторов генераторы группы Су-2, ну и какой-то генератор там будет генератором группы О-1. Ну, естественно, значит, при этом получится 12 генераторов, и какие-то 12 будут еще дополнительные. Ну, давайте построим все это в явном виде, удобно, наверное, ну, точно так же, как для группы Су-2 генераторы фундаментального представления были там матрицы Паули пополам, для группы Су-3 генераторы были там матрицы Геллмана пополам. Ну, давайте мы вот здесь вот, наверное, будем для генераторов использовать некую, так сказать, аналогичную формулу. Будем генераторы группы Су-5 выбирать в виде 1-2 лямбда АТ Су-5. Ну, вот где эти лямбда АТ, это в каком-то смысле аналоги там, либо матриц Паули, либо матриц Геллмана. Вот, соответственно, и давайте мы вот эти вот матрицы попытаемся предъявить. Итак, значит, как вот эти вот генераторы в явном виде у нас записываются? Ну, я буду, наверное, писать выражение для лямбда. В качестве первых восьми генераторов мы возьмем генераторы группы Су-3. Вот если у нас А пробегает значение от единицы до восьми, то, соответственно, лямбда АТ Су-5 мы выбираем вот в таком виде. Значит, ну, понятно, мы должны как-то согласовать вид генераторов, соответственно, вот с этим вот вложением. Элементы группы Су-3 у нас расположены здесь. Ну, и поэтому достаточно очевидно отсюда, что генераторы, соответствующие для группы Су-5, будут устроены следующим образом. Здесь мы помещаем те самые матрицы Геллмана, которые я вот теперь обозначу лямбда АТ Су-3. Ну, а здесь, здесь и здесь у меня будут нули. Хорошо, таким образом, вот эти вот лямбда АТ деленные на 2, они будут являться генераторами вот этой вот подгруппы Су-3. Аналогичным образом можно, естественно, очень легко построить генераторы подгруппы Су-2. Соответственно, значит, лямбда АТ Су-5, ну, допустим, при А равное там 11, ой, извините, 9, да, следующие 9, 9, 10, 11, можно построить так. Взять, соответственно, снова вот эту вот блочную структуру, здесь теперь поместить нули, а элемент группы Су-2, он находится вот здесь вот. Поэтому, соответственно, генераторы группы Су-2, они, естественно, вот здесь вот тоже будут размещаться. Ну, в данном случае там это будут просто матрицы Паули, деленные пополам, да, одна вторая она вот здесь вот у нас, да, а здесь будут матрицы Паули, ну, поскольку А это все-таки 9, 10, 11, а в матрицах Паули мы привыкли все-таки 1, 2, 3 писать, ну, давайте напишем А минус 8, да, то есть из этого числа надо вычесть восьмерку и получить там соответствующие матрицы Паули. Хорошо, значит, что касается генератора группы У1, то мы его самым последним рассмотрим, это у нас будет лямбда 24, а перед тем, как лямбда 24 построить, мы построим, так сказать, еще оставшиеся 12 генераторов, и, в принципе, ну, опять же, довольно очевидно, что генератор группы У1, понятно, он будет, конечно, как-то расположен, так сказать, на диагонали, да, потому что вот эти вот экспоненты, они соответствуют У1 преобразованиям, ну, естественно, если омега 3 равно 1, омега 2 равно 1, то здесь будет чисто диагональная матрица, и поэтому, конечно же, нам дальше нужны еще какие-то генераторы, в которых, так сказать, что-то стоит вне диагонали, по крайней мере, пока у нас вот здесь и вот здесь были нули, а ясно совершенно, что, вообще говоря, могут быть и не нулевые эти элементы. Ну, давайте посмотрим, какие еще у нас варианты могут быть, ну, в данном случае у меня А будет равно, так, от 12 до 23. Вот давайте посмотрим, какие могут быть здесь варианты. Вообще говоря, если я вот эту вот блочную структуру нарисую, здесь поставлю нули, ну, вот здесь вот у меня будет раз, два, три, четыре, пять, шесть элементов, и здесь, соответственно, тоже шесть элементов. Теперь, лямбдаты, точно так же, как и генераторы, должны быть эрмитовые, ну, бесследовость, само собой, здесь будет выполняться, безусловно. А дальше что можно сделать? Можно, например, в какое-то место поставить единичку, да, ну, не знаю, куда-нибудь, вот здесь, например. А все остальные сделать элементы нулевыми, вот здесь вот, в этом блоке. Теперь, поскольку у меня должна быть эрмитовость, то, естественно, я обязан на симметричное место тоже поставить единичку. Ну, и, естественно, значит, все остальное нулями заполняется. И единичка может быть в одной из шести возможных позиций. Как раз получаются шесть генераторов. Причем, опять же, как несложно проверить, ну, я это, наверное, делать не буду, будет выполняться вот это вот условие. То есть, если учесть вот эту вот одну вторую, то тогда, действительно, вот это вот условие будет верно. Ну, а, соответственно, для лямбда аты, здесь будет трейс лямбда аты и лямбда беты, равно будет два дельта АВ должно получиться. Ну, вот можно легко убедиться в этом. Хорошо, это, естественно, шесть генераторов. Ну, давайте еще сразу же, вот так я, наверное, через точку с запятой поставлю, какой еще вариант может быть. Ну, еще вариант может быть примерно, так сказать, аналогичный. Снова берем, значит, вот эти вот шесть элементов, здесь и здесь. Здесь ставим нули. И, скажем, в какое-то место можно поставить мнимую единицу, а куда-то минус мнимую единицу. Ну, скажем, вот сюда я ставлю И, а сюда ставлю минус И по аналогии, там, с матрицей Паули сигма 2. Ну, вот сейчас проверю, чтобы у меня все обозначения были бы одинаковы, да, ровно так. Ну, и, естественно, вот эта вот мимая единица, значит, она может стоять, значит, в одном из шести возможных положений, все остальное – это нули. Вот снова будет верно, значит, условие антиермитовости, снова будет верно условие нормировки. Поэтому, безусловно, значит, вот у нас получается, по сути, шесть здесь вот таких генераторов, шесть вот таких генераторов, всего 12. И это как раз те генераторы СУ5, которые не являются генераторами СУ3 на СУ2 на У1. Вот они как бы лишние генераторы. Но у нас еще осталось лямбда 24. Так, ну, куда мы его впишем? Ну, давайте, наверное, вот пока сюда попробуем здесь его уместить. Значит, лямбда 24 СУ5 – это номер, да, это не степень, это номер генератора. Это есть, ну, как, опять же, несложно сообразить, вот из этой формулы. Здесь должны быть нули вне диагонали. Здесь должно быть что-то пропорциональное тройке, а здесь что-то пропорциональное минус двойке. Да, элемент группы есть экспонент от элемента алгебры. А элемент алгебры – это, соответственно, значит, в нем базис в алгебре – это есть мнимая единица умножить на генераторы. Поэтому здесь будет минус двойка. Ну, вообще, давайте даже аккуратно напишем. На диагонали будут стоять минус двойки, вне диагонали будут стоять нули, а здесь, соответственно, вот так вот, да, единичная матрица 3 на 3. Значит, ну, вот если я вот так вот напишу, ну, эрмитовость будет, бесследовость тоже будет, да, здесь, как бы, сумма элементов будет минус 6, а здесь сумма элементов будет плюс 6. Но не будет, очевидно, выполняться условие нормировки. Да, это очень легко сообразить. Поэтому, вообще говоря, я должен перед всей вот этой структурой поставить некоторый нормировочный коэффициент. Вот что касается вот этих матриц, вот этих матриц, вот этих матриц. Для них, для всех условие нормировки выполнялось. А вот для этого нет. Поэтому давайте поставим сюда какую-нибудь букву С. Ну, и, собственно, вот это вот С, оно, конечно, должно быть определено. И определяется оно, по сути, условием таким. Ну, 1 вторая равняется трейс Та24 в квадрате. Ну, или же 1 вторая лямбда 24, там, Су5. Так, там есть Су5 внизу? Есть. Так, на 1 вторую лямбда 24, Су5. Равняется. Так, 1 четвертая трейс. А здесь будет стоять вот такая матрица. Значит, давайте посмотрим. Если я в квадрат возведу, здесь на диагонали будут 3 четверки, а внизу будут 2 девятки. Ну, естественно, вне диагонали везде нули. Хорошо, равняется, соответственно, 1 четвертая 3 умножить на 4 плюс 2 умножить на 9 равняется 1 четвертая, так, 12 плюс 18 равняется 1 четвертая умножить на 30, равняется 1 вторая на 15. Да, только, конечно, я забыл С квадрат. Естественно, вот здесь должно быть еще С квадрат. Здесь, здесь С квадрат. Вот здесь С квадрат. Здесь вот С квадрат. И вот здесь вот С квадрат. Ну, отсюда я, естественно, С квадрат немедленно определяю. Да, 1 вторая, есть 1 вторая на 15 на С квадрат, откуда очевидно, что С равняется единице поделить на корень из 15, да. Так, следовательно, вот здесь напишем, С равняется единице на корень из 15. Ну, там плюс или минус нам не принципиально. И поэтому уже должным образом нормированный генератор, он будет выглядеть следующим образом. Соответственно, здесь будет у нас единица поделить на корень из 15 и на всю вот эту вот структуру. Ну, и вот этот вот корень из 15, он на самом деле будет в дальнейшем играть достаточно важную роль. Хорошо. Так, значит, генераторы мы построили. Давайте двигаться теперь дальше. Значит, так мы более-менее поняли, что из себя представляет группа Су-5. Поняли, что у нее есть вот такая вот подгруппа Су-3 на Су-2 на У-1. Вот, поняли, как устроены генераторы. Значит, вот это есть генераторы Су-3, вложенные в Су-5. Это есть генераторы Су-2, вложенные в Су-5. И вот эта вот штука, есть генераторы вот этой У-1, тоже, естественно, в предположении вложения в Су-5. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим следующий вопрос. Это представление группы Су-5. Тоже они нам очень существенно понадобятся в дальнейшем, и поэтому мы даже, наверное, посвятим им отдельный параграф. Так, ну на самом деле, по сути, все представления группы Су-5, они могут быть получены из тензорных представлений. Ну вот, скажем так, если у нас есть фундаментальное представление, ну что это означает? Это означает, что у нас есть некоторый пятикомпонентный столбец ФИИТЭ, допустим, я его назову. Индекс И пробегает значение от единички до пяти. И этот столбец при Су-5 преобразованиях меняется следующим образом. Он переходит в Омега и ЖИТЭ, ФИЖИТЭ. Ну, по повторяющимся индексам, естественно, суммирование, как всегда. Так, вот, собственно, фундаментальное представление. Хорошо. Теперь можно, например, построить представление, сопряженное к фундаментальному. По сути, если мы, например, возьмем поле, скажем, ФИИТЭ, индекс И мы поставим сверху, и определим его как ФИИТЭ комплексно-сопряженное, то тогда, соответственно, при Су-5 преобразованиях оно будет переходить, очевидно, в следующую структуру. Будет здесь матрица Омега со звездочкой, комплексно-сопряженная. В наших договоренностях комплексное сопряжение, оно нижний индекс превращает в верхний и наоборот. Поэтому, соответственно, теперь индекс И будет сверху, индекс Жи снизу, значит, и здесь будет ФИЖИТЭ. И это будет, соответственно, антифундаментальное представление, представление сопряженное, по сути, к фундаментальному. Ну, если, опять же, вспоминать определение представления, где там говорится, что каждому элементу группы должен быть поставлен в соответствии оператор, некоторый Т от Омега, вот, причем, соответствие должно быть согласовано с операцией умножения, то несложно сообразить, что для антифундаментального представления Т от Омега это просто равно Омега, да? А для антифундаментального представления Т от Омега будет просто равно Омега со звездочкой. Ну и, конечно, как несложно сообразить, эта операция будет согласована с групповым умножением, поскольку, если я беру Т от произведения, от Омега-1 на Омега-2, то это будет Омега-1, Омега-2 со звездочкой в силу вот этой формулы. Ну, совершенно очевидно, что это и есть Омега-1 со звездочкой на Омега-2 со звездочкой, порядок, естественно, важен, да? И это будет, естественно, Т от Омега-1 умножить на Т от Омега-2, ну, что говорит о том, что, конечно, данное соответствие, оно согласовано с операцией умножения, ну, естественно, там достаточно очевидно, что Т от единицы там равно единице, там Т от Омега-1, там равно Омега-1 со звездочкой, это очевидно, естественно, все свойства, ну, по крайней мере, это действительно представление. Хорошо, значит, ну, точно так же можно, вообще говоря, рассмотреть и тензорное представление, вообще говоря, индексов-то верхних и нижних может быть очень много, поэтому, если я, скажем, могу рассмотреть величину вот такую, у которой там есть какое-то количество нижних индексов и какое-то количество верхних индексов, то тогда, естественно, при тензорных преобразованиях, ну, и тоже, так сказать, несложно проверить, что то, что я сейчас напишу, будет являться представлением вот в этом вот смысле, значит, соответственно, значит, закон преобразования будет выглядеть таким образом. И-1, К-1, Омега-И-2, К-2 и так далее, Омега-И-Н, К-Н, здесь для верхних индексов Омега со звездочкой, Ж-1, Л-1, ну, вот, места тут не очень много, Омега со звездочкой, так, Ж-М, Л-М, так, и, соответственно, Фи надо написать, теперь, соответственно, сверху у нас будут Л-1 и так далее, Л-М, а снизу, соответственно, будут К-1 и так далее, К-Н. Вот, собственно, тензорный закон преобразования в данном случае, и, опять же, несложно убедиться, что это тоже будет представление, да? Но другое дело, что есть некая неприятность, что в общем случае вот такие вот тензорные представления, они будут являться приводимыми, то есть пространство представления будет содержать инвариантные подпространства. Ну, давайте проще всего, наверное, на примере каком-то пояснить. Вот давайте, например, рассмотрим тензор с двумя нижними индексами, Фи и Житая. Он у нас при тензорных преобразованиях, это, естественно, будет некий частный случай вот этого вот объекта, соответственно, формула будет вот такая вот, Жи, Л, Фи, К, Л. Это закон преобразования тензора с двумя нижними индексами. Теперь, пространство представления, это пространство, по сути, вот этих вот, Фи и Житых. Хорошо, а допустим, я попробую рассмотреть не какие попало Фи и Житая, а удовлетворяющие свойства, ну, либо симметрии, либо антисимметрии. Ну, допустим, рассмотрю антисимметричные тензора, да, то есть по индексам и Жи будет антисимметрия, ну, и я вот обозначу это квадратными скобочками, вот такие. Хорошо, значит, ну, это перейдет, естественно, в Фи-штрих, там, и Житая, которая есть, Омега, там, и КТ, Омега, Жи, Эль, Т, так, Фи, К, Эль, Т. Ну, и достаточно очевидно, что, поскольку вот здесь антисимметрия, то и вся получившаяся структура, она, очевидно, будет являться антисимметричной по индексам и Жи. Ну, как-то можем там все это сделать очень легко, да, Омега и, там, КТ, Омега, Жи, Эль, Т, Фи, Эль, КТ, потом надо переименовать там индекс Л в К, индекс К в Л, соответственно, будет минус Омега, Жи, КТ, Омега, И, Эль, Т, на Фи, К, Эль, Т. Вот так я просто переименовал индексы суммирования другими буквами, ну, и вот эти вот Омеги переставил местами. Ну, и видно, что вот этот вот объект, если сравнить его с этим, это будет просто минус Фи, соответственно, Жи, Фи-штрих, Жи, ИТ. Вот, то есть, если у меня вот этот вот тензор исходный был антисимметричен, то и новый преобразованный тензор тоже будет антисимметричен. То есть, у меня получается, что вот эти вот СУ-5 преобразования переводят антисимметричные тензора в антисимметричные. Ну, и это то, что и есть инвариантное подпространство, да, то есть, у нас у исходного пространства есть некое подпространство, которое инвариантно относительно вот этих вот тензорных преобразований. Вот. По определению у неприводимого представления инвариантных подпространств, ну, за исключением тривиальных, там, нуля и самого пространства представления, быть не должно, да, то есть, у неприводимого представления нет нетривиальных инвариантных подпространств. Поэтому вот это вот исходное представление, естественно, является приводимым. Ну, что касается представления антисимметричными тензорами, то оно является на самом деле неприводимым, и можно даже на самом деле посчитать все размерности вот тех представлений, которые вот у нас здесь встретились. Вот размерность фундаментального представления, например, она определяется количеством значений индекса И, да, 5. Поэтому размерность фундаментального представления, она, очевидно, будет равна 5. Ну, мы фундаментальное представление так дальше и будем обозначать циферкой 5. Антифундаментальное представление, оно, понятно, тоже будет, естественно, иметь размерность 5, но как-то его надо отличать от вот этой пятерки. Это вообще говоря разные представления, очевидно. Поэтому для антифундаментального представления мы будем использовать обозначение 5 с чертой. То есть 5 будет фундаментальное, значит 5 с чертой антифундаментальное. Ну, что касается вот этого представления, сколько здесь будет размерность, чему будет равна. Понятно, раз антисимметрия есть, а каждый индекс пробегает значение от единицы до 5, то размерность будет равна 5 на 5 минус 1, деленное на 2, но это будет соответственно 5 умножить на 4 делить на 2, будет равна 10. Поэтому вот это вот представление мы будем обозначать 10. Ну, если бы у меня был, скажем, тензор антисимметричный с верхними индексами, то это было бы у нас 10 с чертой. Вот так вот. Хорошо, хорошо. Ну, полностью аналогично можно рассмотреть, естественно, симметричные тензора. Значит, для симметричного случая, значит, все примерно то же самое. Это тоже будет у нас неприводимое представление. Да, симметрию я обозначаю такими вот круглыми скобочками. И размерность этого представления будет 5 на 5 плюс 1 делить на 2 будет равно, соответственно, сколько здесь будет, 5 на 3, 15, да? Вот, ну, а если у меня, соответственно, вот так вот, то это у меня будет 15 с чертой, да? Вот, то есть, пожалуйста, вот можно вот такие вот неприводимые представления построить. Хорошо, ну, давайте, наверное, другие неприводимые представления мы рассмотрим после перерыва. Сейчас 5 минут отдохнем. Так, ну, хорошо, давайте продолжим. Значит, итак, ну, вот мы так поняли примерно, что можно из тензорных представлений выделять неприводимые, вот, налагая, например, свойства симметрии. Но это, конечно, не только наложением свойств симметрии выделяются инвариантные подпространства. Сейчас примеры будут. Ну, давайте, пожалуй, что для начала мы все-таки, перед тем, как какие-то более хитрые представления строить, давайте мы еще все-таки рассмотрим совсем простой пример тривиального представления, да? Тривиальное представление, да? Тривиальное представление. Это тензор, по сути, без индексов, да, фи, который просто переходит там в фи штрих, равное фи. То есть, это величина, которая под действием калибровочной группы никак не меняется. Ну, и тривиальное представление мы будем обозначать циферкой 1, да? Ну, понятно, одна как бы степень свободы вот эта вот фи. Поэтому, так сказать, вот здесь вот мы будем писать единичку. Хорошо, теперь у нас есть заведомо еще присоединенное представление. Его тоже не помешает построить с помощью тензоров. Ну, понятно, что вообще говоря, пространством присоединенного представления является алгебра ли калибровочной группы, и размерность присоединенного представления, она, естественно, равна размерности группы. Ну, давайте попробуем понять, как с помощью вот тензорных представлений можно для группы SU-5 построить присоединенное представление. Для этого давайте мы с вами рассмотрим некоторый тензор, у которого есть один нижний индекс и один верхний индекс. Тогда, ну, вот, собственно, вот тот вот тензорный закон преобразования в данном частном случае будет выглядеть следующим образом. Омега и КТ омега со звездочкой ЖЛТ на ФИКЛТ равняется, ну, можно, естественно, это переписать чуть-чуть по-другому, переставить вот здесь вот индексы, это, естественно, транспонирование, поэтому это можно написать вот так вот, омега и КТ, потом давайте я следующим напишу ФИКЛТ, а потом здесь напишу омега крест ЛЖТ. Что я сделал? Я транспонировал эту матрицу и одновременно переставил индексы, да, ну, по сути, там при этом, естественно, ничего не поменялось, да, транспонирование есть, перестановка индексов, ну, естественно, значит, звездочкой транспонирование, это в совокупности вернитого сопряжения, и вот у меня, собственно, получилась вот такая величина. Ну, а, естественно, поскольку у нас СУ5 подразумевается, то омега крест равно омега в минус 1, то есть, и кроме того, здесь явно просматривается вот такое вот матричное умножение, да, поэтому вся вот эта вот структура может быть записана вот таким вот образом, да, как, соответственно, значит, омега ФИ на омега в минус 1 с индексами ИЖТ. Ну, вот в этой формуле там можно узнать, по сути, то, что там стояло в формуле для законопреобразования поля в присоединенном представлении, но, тем не менее, вот это не есть еще присоединенное представление, потому что, опять же, вот это вот представление с помощью вот таких вот тонзоров является приводимым, в нем есть инвариантные подпространства, ну, и в частности, вот первое, что бросается в глаза, значит, в пространстве вот таких вот тонзоров есть одномерное инвариантное пространство вот такого вот вида, значит, ФИ на дельта ИЖТ. Вот, где дельта и ж, то, естественно, дельта символ. Ну, проверить это, так сказать, в одну строчку, естественно, проверяется, да, потому что при тензорных преобразованиях, ну, проще всего, значит, я уж не знаю, давайте вот этой формулой воспользуемся, да. Значит, это будет, переходит в омега и катая на фи на дельта к л, на, ну, вместо омега крест я напишу омега в минус первой, л житая равняется, соответственно, фи умножить, ну, здесь будет омега и катая на омега в минус первой, дельта символ индекс л превращает в к, соответственно, будет к житая. Ну, и, понятно, матричное умножение омега на омега в минус первой даст единичную матрицу, ну, или же эквивалентно, если в индексах все записывать, дельта и житая. Поэтому это будет фи на дельта и житая. Таким образом, ну, получилось, что при тензорных преобразованиях вот эта вот величина, она не меняется, причем, опять же, несложно заметить, что буква фи, вот это вот, ну, это просто довесок здесь, да, ее вообще, так сказать, можно везде ликвидировать, оставить вот просто дельта и житая. Вот, и поэтому на самом деле, значит, вот здесь вот встретился такой замечательный объект, как дельта символ, который при тензорных преобразованиях переходит сам в себя, да, то есть дельта и житая при тензорных преобразованиях не меняется. И вот такой вот объект называется инвариантный тензор, да? Инвариантный тензор. То есть это некая величина, которая, если ее по тензорному закону преобразовать, она просто не изменится. Хорошо, ну и естественно, ну раз есть инвариантное подпространство, значит, вот здесь вот нужно от него избавиться, естественно. Ну и как это можно сделать? Наложив, например, условия бесследовательства, да, свернув, скажем так, с вот этим вот инвариантным дельта символом, вот это фи, и потребовав, чтобы это было равно нулю. То есть если мы теперь рассмотрим, значит, такие фи и житая, которые еще дополнительно удовлетворяют условию, там, фи и т и т равно нулю, ну, где по индексу и, естественно, суммирование, да, то есть мы, по сути, берем свертку фи и житая с дельта символом, значит, получаем вот эту величину, и, соответственно, у нас будут вот такие вот тензора бесследовые. Ну, по крайней мере, это уже что-то будет более похожее на, так сказать, присоединенное представление. Хотя снова еще тоже, так сказать, не присоединенное представление, потому что в реальности еще есть инвариантные подпространства. На самом деле, ну, можно сообразить следующее, что, допустим, ну, мы поняли уже, что вот такая вот величина будет меняться вот таким образом, да. А если я теперь рассмотрю величину, ну, наложу условия, давайте вот так вот, наложу дополнительное условие, фи равно фи крест, эрмитовость, да, то есть потребую, чтобы соответствующая, так сказать, матрица, там вот эта вот фи и житая была никакая попала, а эрмитовая. Вот. И тогда у меня, как несложно видеть, вот эти эрмитовые матрицы, они будут образовывать инвариантное подпространство. Ну, действительно, значит, если у меня есть вот эта вот эрмитовая матрица, значит, при тензорных преобразованиях она вот так поменяется, ну, и, следовательно, фи крест, оно перейдет в омега фи крест, ой, сейчас, извините, неправильно, омега фи, омега в минус первый крест равняется, омега в минус первый это то же самое, что омега крест, поэтому будет вот так вот, соответственно, и омега крест равняется, омега фи крест на омега в минус первый, вот, соответственно, значит, дальше я использую условия эрмитовости, соответственно, получаю, что это есть омега фи омега в минус первый, да, равняется фи штрих, да, это вот у меня есть фи штрих, соответственно, ну, и, следовательно, ну, поскольку вот эта вот величина, это и есть фи штрих крест, то я получаю, что у меня фи штрих крест равняется просто фи штрих, то есть, получается, что условие эрмитовости, оно выживает при вот таких вот преобразованиях, то есть, если я рассматриваю эрмитовую матрицу, преобразуя ее, то результат преобразования, вот это вот фи штрих, это тоже снова будет величина эрмитова, да, вот, таким образом, в условии эрмитовости, так сказать, вот, выживает при тензорных преобразованиях, и стало быть, эрмитовая матрица образует инвариантное подпространство, ну, и, по сути, вот это уже есть присоединенное представление, ну, в реальности, конечно, если уж совсем аккуратным быть, то, конечно, присоединенное представление получается наложением условия, там, антиэрмитовости, да, потому что алгебра Ли, там, состоит из антиэрмитовых матриц, вот, оно, естественно, тоже, значит, даст инвариантное подпространство, но понятно, что никакой принципиальной разницы между этим условием и этим нет, просто из эрмитовой матрицы всегда легко получить антиэрмитовую просто умножением на мнимую единицу, поэтому в реальности все это одно и то же, ну, понятно совершенно, что алгебра Ли для группы СУ-5 состоит из бесследовых антиэрмитовых матриц, да, и поэтому действительно мы получаем присоединенное представление, ну, вот закон преобразования, вот, ровно такой, как должен быть, таким образом, все действительно получилось замечательно, ну, и, опять же, как несложно сообразить, значит, присоединенное представление, оно, естественно, имеет размерность такую же, как у, соответственно, группы или алгебры Ли, вот, то есть в данном случае 24, ну, понятно, 5 индексов, 5 значений индекса здесь, 5 значений индекса здесь и условия бесследовательности, соответственно, значит, будет, там, 5 в квадрате минус 1 равняется 24, поэтому присоединенное представление мы всегда будем обозначать 24. Хорошо, так, значит, мы поняли таким образом, что выделять, вообще говоря, инвариантные подпространства можно, значит, накладывая определенные условия симметрии, накладывая, так сказать, вот всякие условия, там, сверки с инвариантными тензорами, и поэтому, конечно, значит, очень полезно, безусловно, знать, какие для различных групп есть инвариантные тензора. Ну, нас, конечно, интересует, естественно, группа Су-5, и для нее, помимо, значит, дельта-символа, на самом деле есть еще два инвариантных тензора. Это эпсилон-символы с верхними и нижними индексами. Так что давайте, значит, все их перечислим для группы Су-5, значит, инвариантные тензора. Значит, дельта и житая, ну, его инвариантность мы уже проверили. Ну, в реальности есть еще эпсилон и жклм, естественно, раз Су-5, да, вот здесь вот цифра 5, значит, здесь 5 индексов. Ну, и то же самое с верхними индексами. Ну, допустим, давайте докажем то, что вот этот вот эпсилон-символ с нижними индексами является инвариантным тензором. Ну, вот смотрите, если я беру вот эту вот штуку и преобразую ее по тензорному закону, ну, давайте вот так вот, наверное, эти индексы штрихами пообозначаем. Омега, Ж, Ж штрих, Омега, К, К штрих, Омега, Л, Л штрих, Омега, так, М, М штрих, Эпсилон, И штрих, Ж штрих, К штрих, Л штрих, М штрих. Ну понятно, что получившийся объект, он очевидно будет антисимметричен по ИЖКЛМ, по всем пятью своим индексам. Ну и в силу, так сказать, этой антисимметрии, поскольку индексы только пять значений пробегают, он обязан быть пропорционален Эпсилон ИЖКЛМ. Ну причина совершенно очевидна, да, у нас если хотя бы два значения индекса совпадут, получится ноль, поэтому единственная нетривиальная возможность, когда эти индексы есть один, два, три, четыре, пять, ну с разными перестановками, естественно, величина соответствующая там будет пропорциональна знаку этой перестановки, но это как раз и есть Эпсилон Символ. Но вопрос теперь, а что есть коэффициент пропорциональности? Ну тоже на самом деле, если задуматься, то сообразить несложно, давайте вместо пропорциональности напишем равно и впишем соответствующий коэффициент. А соответствующий коэффициент есть просто определитель матрицы омега. И если задуматься, вот то, что здесь написано, это и есть по сути определение определителя. Ну, как в этом убедиться? Надо взять индексы там вот здесь и равны единице, ж равны двойке, ну и так далее. Тогда Эпсилон Символ даст единицу, ну а здесь мы получаем соответственно один, два, три, четыре, пять. А дальше что получается? Значит, мы берем элементы с первой строки, значит, элементы с второй строки, с третьей строки, с четвертой, с пятой. Умножаем на знак там соответствующей перестановки, ну и собственно производим суммирование. Ну это есть как раз ровно определение детерминанта, которое там было в курсе линейной алгебры. Вот, поэтому собственно по сути вот оно теперь в таком красивом виде написано. Но, поскольку у нас су5, то если омега там принадлежит су5, то как мы уже там сегодня обсуждали, омега крест омега равно единице, а детерминанта омега тоже равен единице. Поэтому стало быть это и есть Эпсилон и ЖКЛМ. Все, таким образом при тензорных преобразованиях Эпсилон Символ переходит сам в себя. Поэтому это и есть инвариантный тензор, ну и естественно, значит, это свойство, конечно, необходимо дальше будет учитывать. Так, хорошо, значит, с инвариантными тензорами мы разобрались. Ну, наверное, в заключении вот этого вот параграфа, я, наверное, чуть-чуть коснусь там теории поля. И, наверное, отметим следующий факт. Мы, конечно, когда будем рассматривать теорию великого объединения, будем работать со спинорными полями, безусловно. И, вообще говоря, значит, для, ну, спиноры тоже, естественно, могут там лежать в каких-то представлениях калибровочной группы. Ну, и, допустим, если у нас есть спинор Пси, который принадлежит, значит, некоторому там представлению Р, да, то тогда сопряженный спинор, зарядово-сопряженный спинор будет принадлежать, как несложно сообразить, сопряженному представлению Р с чертой. Ну, по сути, если для Р там матрицы, значит, группы в некотором представлении были Т от омега, то в представлении Р с чертой это будут матрицы Т от омега комплексно-сопряженные. Значит, как в этом убедиться? Ну, давайте вспомним определение зарядово-сопряженного спинора, да, по определению это есть, значит, Пси-С дираковски сопряженное, есть Пси-транспонированное умножить на С, где С это и есть матрица зарядового сопряжения. Теперь, ну, снять нужно дираковское сопряжение, по сути, решить это условие. Это понятно, это будет у нас по определению Пси-С крест умножить на гамм ноль, поэтому отсюда получается, что Пси-С крест равняется Пси-транспонированное С на гамм ноль, ну, а, собственно, Пси-С это будет Пси-транспонированное С гамма ноль, эрмитово-сопряженное равняется гамма ноль, это эрмитово-матрица. Значит, С-крест, Пси-транспонированное С крестом, давайте даже, может, крест напишем пока, равняется, значит, гамма ноль эрмитово, С антисимметричное и вещественное, значит, С-крест равно минус С, и транспонирование и плюс эрмитово-сопряжение даст комплексное сопряжение. Ну, известная формула, там еще на классической теории поля писалась, и из нее самое главное видно, что вот этот вот спинор Пси-С, зарядово-сопряженный, пропорционален комплексному сопряженному спинору Пси со звездочкой. Ну, и стало быть, понятно, что если у нас, там, при преобразовании калибровочной группы Пси меняется, там, с помощью умножения на Т от омега, то, естественно, Пси со звездочкой, и, стало быть, естественно, Пси-С будет меняться, значит, умножением на Т от омега со звездочкой. Ну, естественно, на всякий случай, конечно, тривиальная вещь, но нужно сказать, да, что матрицы, там, Т от омега или Т от омега со звездочкой действуют на индекс спинора, который соответствует калибровочной группе, да, а, соответственно, вот эти гамма-0С действуют на спинорный индекс. Это есть разные индексы, поэтому, естественно, там, Т от омега и вот эти вот штуки заведомо коммутируют, да, поскольку умножаются на разные типы индекса. Хорошо. Вот, ну, естественно, опять же, на всякий случай надо напомнить, что, конечно, значит, мы используем, как правило, Пси-С, а не Пси со звездочкой, потому что спинор Пси-С под действием группы Лоренса меняется точно так же, как и исходный спинор Пси, вот, и для того, чтобы получить, там, хороший закон преобразования по отношению к группе Лоренса, но вот эта вот структура нам еще необходима. Вот, ну, опять же, а с точки зрения, как бы, калибровочной группы, значит, что Пси со звездочкой, что Пси-С, они будут одинаково преобразовываться по представлению R с чертой. Хорошо. Так, ну, вот такой краткий некий экскурс в представление СУ-5 мы на этом завершим, ну, со временем нам какие-то вещи потребуются, там, если там что-то еще вдруг понадобится, мы, естественно, в нужный момент это добавим. Вот, а пока давайте сейчас перейдем к следующему параграфу, так, он у нас, по-моему, по счету третий. Значит, параграф третий, фермионный состав СУ-5, теория великого объединения. Параграф третий, так, фермионный состав СУ-5, теория великого объединения. Так, сокращенно я напишу. Ну, значит, и вот это, конечно, наверное, будет некая ключевая часть, вообще говоря, вот этого курса. Значит, по сути, мы уже с вами видели, что в стандартной модели было много фермионов, у которых были какие-то случайные, на первый взгляд, квантовые числа. Ну, квантовые числа — это представление СУ-3, СУ-2 и гиперзаряды. Но потом выяснилось, что, скажем, для того, чтобы получить условия сокращения аномалий, между этими числами выполняются какие-то, ну, совершенно хитрые и нетривиальные соотношения, что говорит вообще, говоря о том, что это не случайные числа, какая-то есть, наверное, в них закономерность. И сейчас потихонечку мы начнем выявлять, так сказать, откуда вот эта вот закономерность вся берется, почему они именно такие, а не какие-то другие. И постараемся для начала понять, что вот те квантовые числа, которые были в стандартной модели, они на самом деле указывают на наличие более широкой калибровочной симметрии. Ну, для начала это СУ-5, а потом со временем увидим, что они на самом деле указывают на еще более широкую симметрию. Ну, это уже не скоро. Для начала давайте попробуем, значит, рассмотреть именно, значит, самую простейшую теорию. Итак, что у нас было в стандартной модели? У нас там было много самых разных там кварковых полей, лептонных. Все фермионы стандартной модели размещались в трех поколениях, причем для каждого поколения, по сути, там взаимодействие с калибровочными полями, так сказать, было одинаковым, таким же, как и у других поколений. Поэтому сейчас я буду рассматривать поля одного поколения стандартной модели. И ключевой результат заключается в том, что поля одного поколения, ну, точнее, не поля, фермионы, более аккуратно, надо сказать, фермионы одного поколения стандартной модели могут быть размещены в трех неприводимых представлениях группы Су-5. Один плюс пять с чертой плюс десять. При этом фермионы у меня включает в том числе и правая нейтрина. Кроме того, значит, конечно, здесь нужно сделать очень важную оговорку, что речь идет, вообще говоря, о левых фермионах. И вот в каком смысле это понимается. Не в том смысле, что я должен выбросить правые фермионы, а в том смысле, что вместо правых фермионов я должен рассмотреть зарядово-сопряженные к ним. То есть, понятно, левые фермионы, они где-то здесь будут присутствовать. А вот что касается правых фермионов, если у меня где-то было, значит, Пси-правое какое-то, ну, допустим, там У-правое или Е-правое, то, чтобы получить левый фермион, который входит вот сюда, я должен применить к нему операцию зарядового сопряжения. И тогда я получу на самом деле, конечно, левый спинор. Почему? Потому что, ну, вот как мы, значит, давайте начнем с того, что вот так вот напишем. Правый фермион вот таким вот образом, да? Он получается действием правого проектора. Теперь давайте вспомним, как действует зарядовое сопряжение. Вот мы только что писали, что сначала надо написать гамма-ноль, потом С, а потом вот этот вот объект, ну, в данном случае одна вторая единица плюс гамма-пять на Пси, комплексно сопряженную. Ну, гамма-пять — это, естественно, вещественная матрица. Матрица С, кстати говоря, это две гамма-матрицы, там и гамма-ноль, гамма-два. Поэтому вот эту вот величину я могу переписать следующим образом. Ну, понятно, комплексное сопряжение на проектор не действует. И проектор я могу перебросить вот сюда. При этом я должен провести там коммутацию или антикоммутацию с тремя гамма-матрицами, да? Одна матрица — это гамма-ноль, и вот еще две внутри С. Ну, понятно, единичка, естественно, коммутирует совсем, а гамма-пять с каждой гамма-матрицей антикоммутирует, и при каждой перестановке меняет знак. Поэтому здесь получается минус одна вторая, единица минус гамма-пять, ну, а дальше пойдет, соответственно, гамма-ноль С и Пси со звездочкой. И равняется это одна вторая, единица минус гамма-пять на Пси С. И равняется, соответственно, Пси С левая. То есть, если я переставляю местами проектор киральный и операцию зарядового сопряжения, здесь сначала берется проектор, потом зарядовое сопряжение, а здесь наоборот, сначала зарядовое сопряжение, потом киральный проектор, то правый проектор заменяется на левый проектор. Ну, естественно, полностью аналогичная формула, Она будет и вот такая еще, вот, тоже ее, естественно, полностью аналогично, очень легко получить, вот, так, соответственно, значит, мне, конечно, будет нужна прежде всего вот эта вот формула, и, собственно, когда я пишу вот это вот утверждение, что, значит, левые фермионы, там, одного поколения стандартной модели размещаются по представлениям, там, один пять чертовых, и десять, так, кстати, на всякий случай, да, именно так правильно, так сейчас только левые, здесь очень чувствительно как раз к тому, с какими фермионами мы работаем, левыми или правыми, правые будут, соответственно, в сопряженных представлениях находиться, так, ну вот, соответственно, мы должны все правые фермионы, значит, к ним применить операцию зарядового сопряжения, так, теперь, значит, ну, как это утверждение выглядит уже более аккуратно записано, значит, один это тривиальное представление, соответственно, единица, это у нас будет нейтрино правое зарядовое сопряжение, ну, индекс поколений я не пишу, ну, все это верно как для первого, так, для второго и для третьего поколения, вот правое нейтрино зарядовое сопряжение, это единичка, тривиальное представление, ну, естественно, понятно, это то же самое, что ню-ц левое, поэтому, видите, вот это вот левое, это вот оно, хорошо, теперь дальше, что такое пять с чертой? Пять с чертой это у нас антифундаментальное представление, вот мы говорили на чуть раньше, что у него есть один верхний индекс и, то есть это, по сути, пространство этого представления можно мыслить как пространство столбцов с пятью компонентами, ну, давайте вот такой вот столбец мы и напишем, значит, вот у нас будет пятикомпонентный столбец, левый проектор должен быть у него обязательно, разделим его на блоки, здесь будет три элемента, здесь два, и давайте разместим поля стандартной модели следующим образом, Д, зарядово-сопряженное первое, Д, зарядово-сопряженное второе, Д, зарядово-сопряженное третье, так, а здесь я подсмотрю, так, электрон минус нейтрино. Итак, значит, что у нас здесь есть? Ну, понятно, левый лептон, и вот так вот почему-то вошедший, да, электрон минус нейтрино, значит, 1, 2, 3 это цветовой индекс, при этом, значит, он написан вверху, это существенно, ну, почему? Потому что, опять же, значит, мы когда-то говорили, что у нас вот эти вот Д правые, они вообще, говоря, значит, по группе СУ3, они лежат в фундаментальном представлении, да, фундаментальное представление СУ3, представление СУ3. Поэтому, если я применю к Д правому операцию зарядового сопряжения, я как раз получу ДС левое, да, вот, то есть ровно то, что стоит вот здесь, а ДС очевидно, как мы только что вот с вами говорили, значит, ДС, вот, он естественно, значит, если Д, дайте так, Д правое С, вот так вот все-таки поаккуратнее напишем, Д правое С, если Д правое принадлежит фундаментальному представлению, то после зарядового сопряжения соответствующая величина будет принадлежать антифундаментальному представлению СУ3, да, а для антифундаментального представления мы всегда индекс пишем сверху. Поэтому вот здесь вот эти вот 1, 2, 3 в реальности написаны сверху. То есть это цветовой индекс С, зарядовое сопряжение. Ну, хорошо, значит, вот так вот. Теперь десятка, значит, вот десятка нам уже встречалась, и это есть антисимметричный тензор, да, то есть 10 это тензор с двумя индексами, значит, по которым, естественно, антисимметрия вот такая вот, ну и, естественно, величину с двумя индексами ее удобно, так сказать, записывать как матрицу, естественно, антисимметричную, и, конечно, удобно вот ее поделить тоже на вот эти вот блоки, значит, размера вот здесь 3, вот здесь 2, левый проектор сразу пишем, пока мы его не забыли. Раз это антисимметричная матрица, то на диагонали у нее заведомо будут нули, это очевидно. Ну, а что касается всего остального, ну, давайте заполним. Значит, заполняется она так, ЕС левая минус ЕС, так, здесь У1, Д1, У2, Д2, У3, Д3, ну, раз антисимметрично, значит, здесь то же самое с обратным знаком, минус У1, минус У2, минус У3, минус Д1, минус Д2, минус Д3, здесь УС3, минус УС2, УС1, минус УС3, УС2, минус УС1. Ну вот, собственно, получилась вот такая вот штука. Ну, опять же, С зарядовое сопряжение, почему, значит, у С индексы стоят вверху, понятно, ровно по той же причине, что и здесь. Ну, собственно, что получилось? Получилось, что мы как-то взяли и написали, так сказать, вот поля одного поколения, ну, фермионы одного поколения стандартной модели, значит, там в виде столбца, там матрица, еще, так сказать, одно какое-то лишнее оказалось, и непонятно, да, значит, ну, хорошо, записали и записали, что с того? Но на самом деле, вот то, что здесь написано, это, вообще говоря, важнейшая вещь, потому что мы не просто записали вот эти поля в виде, там, столбца или матрицы, а мы на самом деле задали их закон преобразования по отношению к СУ-5. Раз здесь написаны тензорные индексы, ну, и здесь, вообще говоря, тоже, которые отсутствуют, но тоже тензорные индексы, вообще говоря, значит, подразумеваются отсутствующие, то мы задаем законы преобразований всех вот этих вот полей по отношению к СУ-5. А раз мы знаем законы преобразования всех этих полей по отношению к СУ-5, то мы знаем и законы преобразования всех этих полей по отношению к подгруппе СУ-3 на СУ-2 на У-1. Она же вложена в СУ-5, да, собственно, вложение, мы его писали. Вот оно, да, здесь омега-3, здесь там Е в степени минус 2 и альфа, здесь нули, здесь Е в степени 3 и альфа на омега-2. То есть, если мы знаем закон преобразования по отношению к СУ-5, то мы знаем законы преобразования по отношению к СУ-3 на СУ-2 на У-1. И дальше вопрос, а вот то, что здесь написано, будет ли согласовываться с тем, что у нас было в стандартной модели? И вообще говоря, ну так вот, на первый взгляд, совсем не обязательно. Кто знает, что мы вот отсюда получим? Но вот оказывается, и сейчас мы, значит, в этом будем убеждаться, что вот то, что вот здесь вот написано, приводит вот ровно к тем самым квантовым числам всех фермионов, которые были в стандартной модели. То есть вот из вот этой формулы, по сути, все квантовые числа фермионов в стандартной модели прекрасно получаются. Давайте попробуем в этом убедиться. Хорошо, это, конечно, безусловно, центральный результат. По сути, мы сейчас постараемся убедиться, что квантовые числа стандартной модели подразумевают более широкую симметрию, ну, в данном случае СУ-5 симметрии. Хорошо, давайте начинать. Начнем с простого. Простое, это правая нейтрина. Ну, вот у нас есть формула. Что означает вот эта вот единичка? Она означает следующее, что правая нейтрина, ну, в данном случае ню правая С, оно же ню С левая, никак не преобразуется при СУ-5 преобразовании. То есть ню С, давайте вот так напишем, единичка, двоеточие. Ню С левая, оно же, соответственно, ню правая С, при СУ-5 преобразованиях оно переходит само в себя. Ну, стало быть, естественно, ну, С можно снять, понятно. Значит, ню правая никак не изменится. При всех СУ-5 преобразованиях. Стало быть, оно не меняется под действием СУ-3, не меняется под действием СУ-2 и не меняется под действием У-1. Ну, что это означает? Это означает, что соответствующее поле лежит в тривиальном представлении СУ-3, в тривиальном представлении СУ-2 и по отношению к группе У-1 гиперзаряд равен нулю. Ну, давайте я где-то там напомню, что гиперзаряд у нас как определялся, что какое-то поле Фи с гиперзарядом Y при У-1 преобразованиях меняется вот так вот. Е1, там параметр преобразования α1 от X на Y на Фи, да? Если Y равно нулю, то поле не преобразуется. Ну, все. В принципе, это вполне разумно. Правого нейтрина у нас не было. Ну, тем не менее, так сказать, оно действительно именно так меняется. Ну, это в каком-то смысле пока еще не очень интересно, потому что действительно в той версии стандартной модели, простейшей, которую мы рассматривали, правого нейтрина не было. Значит, нетривиальные формулы получаются уже вот отсюда. Ну, вот давайте посмотрим, что будет получаться из формулы, которая вот здесь вот приведена. Опять же, для начала нам потребуется написать тендерный закон преобразования, да, вот этот вот 5 с чертой ИТ, который, давайте я еще раз, наверное, перепишу вот эту вот всю формулу, ДС первое, ДС второе, ДС третье, так, электрон минус нейтрино, левое переходит в омега со звездочкой, соответственно, И житая, ну, соответственно, на 5 с чертой житая. Теперь я буду рассматривать преобразование не всей группы СУ5, а преобразование СУ3 на СУ2 на У1 подгруппы. Меня прежде всего будут интересовать преобразование полей по отношению вот к этой подгруппе. Я должен взять вот эту матрицу тогда, применить к ней комплексное сопряжение, ну, и посмотреть, что получится. Давайте напишем все это. Ну, вот так вот я напишу стрелочка равно. Стрелочка означает, что я рассматриваю не произвольный элемент СУ5, а элемент СУ3 на СУ2 на У1 подгруппы. Ну, соответственно, значит, пишем вот эту вот матрицу. Что здесь у нас получается? Е в степени плюс, теперь 2 и альфа, омега 3 со звездочкой, здесь нули, здесь Е в степени минус 3 и альфа, омега 2 со звездочкой, ну и снова вот эта вот вся структура. ДС первое, ДС второе, ДС третье, электрон минус нейтрино, и надо не забыть левый проектор. Хорошо, ну давайте посмотрим, что из этого выйдет. Так, поддельно, ну понятно, что блочная матрица, поэтому по отдельности можно рассматривать, значит, три верхние компоненты и две нижние компоненты. Соответственно, для трех верхних компонент мы получаем следующее, Д, ДС левая, да, вот так вот, переходит в Е в степени 2 и альфа, омега 3 со звездочкой на ДС левая. Ну, для простоты жизни я в данном случае цветовой индекс выписывать не стал. Хорошо, теперь меняю местами зарядовое сопряжение и проектор. Получаю Д правое, зарядовое сопряженное переходит в то же самое, Д правое на С. Теперь следующий шаг. Снимаю зарядовое сопряжение. Ну, как мы только что видели, зарядовое сопряжение внутри себя содержит комплексное сопряжение, да, какая там формула, Пси-С равняется, там, минус гамма 0, С Пси со звездочкой. Поэтому, когда я избавляюсь от С, ну, я, естественно, так сказать, там где-то делаю комплексное сопряжение. Естественно, вот эти матрицы ни на что не влияют. Вот, потому что вот эти вот на другие индексы, омега 3 действует на другие индексы. Вот, и поэтому, когда я сниму С, то я получаю, что Д правое переходит в Е в степени, здесь комплексное сопряжение, значит, минус 2 и альфа. Здесь тоже комплексное сопряжение на Д правое. Вот получился закон преобразования под действием СУ3 на СУ2 на У1. Что из него следует? Ну, омега 3 умножить на Д правое, это очевидно, это фундаментальное представление группы СУ3, да. Что касается омега 2, то его здесь вообще нет. То есть, по отношению к группе СУ2, Д правое никак не преобразуется. Поэтому это будет тривиальное представление СУ2. Ну, что касается гиперзаряда. Тут, на самом деле, пока сказать ничего невозможно. Потому что, ну, мог я поставить здесь 2 и минус 3, мог поставить 1 минус 3 вторых. Там все что угодно. Нормировка не фиксирована, вот этого альфа. Поэтому в реальности, чему равен гиперзаряд, я пока на данный момент сказать не могу. Поэтому я вспоминаю, что когда-то там говорилось, что гиперзаряд, это есть минус 1 треть для правого Д. Ну, пусть будет так. Допустим, так сказать, гиперзаряд будет 1 треть со знаком минус. И, соответственно, тем самым я, по сути, зафиксирую нормировку. То есть, как я могу получить минус 1 треть вот этого? Я должен альфа представить как 1 шестую на некоторую альфа 0. Тогда e в степени минус 2 и альфа будет у меня e в степени минус i альфа 0 на 3. И, соответственно, коэффициент при альфа 0 умножить на i будет равен гиперзаряду. Все. То есть, вот на данном этапе это, по сути, задание нормировки. То есть, я задал нормировку, говорю, что если я хочу получить гиперзаряд, то я вот это вот альфа, которая здесь присутствует, должен представить как 1 шестую альфа 0. Коэффициент при и альфа 0 это гиперзаряд. Тогда для d правого у меня получится верно. Значит, что касается всего остального, то все, нормировка уже задана. Если здесь мы еще что-то могли выбрать, то дальше уже ничего выбрать будет нельзя. Ну, давайте посмотрим. По крайней мере, вот это получилось правильно, ровно так же, как в стандартной модели. Ну, это мы как-то добились выбором нормировки. Ну, давайте смотреть, что дальше. Теперь нижние две строчки. Давайте посмотрим, что здесь будет. Так, а здесь получится следующее. E минус ню левая переходит в E в степени минус 3 и альфа омега 2 со звездочкой, где омега 2 элемент Су2 на E минус ню левая. Ну, здесь, наверное, по отдельности имеет смысл рассмотреть преобразования Су2 и У1. Давайте начнем с У1. При У1 преобразованиях у нас что электрон, что нейтрино умножится вот на этот множитель. Поэтому здесь получается, что ню е левая, вот я напишу все это в виде привычного столбца, будет переходить в E в степени минус 3 и альфа на ню е левая. Ну, собственно, я вот тот же самый множитель переписал. Ну, просто я переписал то же самое, только по-другому разместил вот эти вот штуки и проигнорировав вот эту Су2. Подставляю альфа, равная 1 шестая альфа 0. Получаю экспоненты минус и альфа 0 на 2, ню е левая. И вот здесь, извините, я уже получаю гиперзаряд, который там минус 1 вторая, и уже никакого произвола нет. То есть это уже что получилось, то получилось. Так, ну сейчас проверим, такое или нет, что говорит бумажка по поводу гиперзаряда. Да, правильно, минус 1 вторая. Хорошо. Значит, это у нас преобразование У1. Значит, ну, при Су3, естественно, значит, по действиям Су3 ничего здесь не меняется, поэтому по Су3, конечно, тривиальное представление. Ну, давайте как-то, может, это тоже отметим. Скажем, что Су3, значит, у нас, соответственно, не меняет вот эту вот штуку, да? Су2, ню, е, левое, тривиальное представление. Представление. Ну, что касается Су2, то тут похитрее. Значит, если я беру Су2, то по отношению к Су2 у меня получается так. Е минус ню левое переходит в омега-2 со звездочкой, Е минус ню левое. Хорошо, давайте теперь попробуем от этой звездочки избавиться. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого нужно, скажем, ну, сделать зарядное сопряжение, например. Поэтому, если я, ну, давайте, наверное, вот здесь вот я вот так вот напишу, как следует. Значит, Е минус ню левое зарядовое сопряжение. Стрелочка в омега-2, уже без звездочки, на Е минус ню левое зарядовое сопряжение. Хорошо, ну, вот так вот получилось. И в реальности С это практически то же самое для спинора, что и комплексное сопряжение. А теперь вспомним результат, который у нас был получен, ну, вот буквально, так сказать, на одной из предыдущих лекций. Мы с вами говорили, что если у нас φ1, φ2 преобразуется по фундаментальному представлению группы Су2, то это, по сути, ровно то же самое, что столбец φ2 со звездочкой минус φ1 со звездочкой преобразуется тоже по фундаментальному представлению Су2. Ну, смотрите, вот эта вот структура С это то же самое, что звездочка фактически. Ну, и получается, что вот эта вот формула это в точности вот эта формула. И если я, собственно, теперь перейду вот к такой формуле, то закон Су2 преобразований у меня будет выглядеть следующим образом. Значит, Е окажется внизу, нейтрино с плюс единицей сверху, левый проектор переходит в омега-2 на ню Е левое. Ну, и это и есть, естественно, фундаментальное представление Су2. Фундаментальное представление Су2. Таким образом, подводя итог, значит, по У1 такой закон преобразования, по Су2 такой закон преобразования, по Су3 тривиальное. Поэтому, если все, значит, суммировать, то получается, что ню Е левое переходит в Е в степени, ну, давайте в две строчки напишем, минус 3 альфа омега-2 ню Е левое равняется так, минус и альфа-0 пополам омега-2 ню Е левое. Откуда следует, что это есть тривиальное представление Су3, фундаментальное представление Су2, и уже все, нормировка жестко задана. Гиперзаряд равен минус 1,2. Ну, смотрите, получились, как для правых нижних кварков, так и для левых лептонов правильные квантовые числа по отношению к стандартной модели. То есть, это не просто запись в виде столбца, это целый закон преобразования. И закон преобразования вот дает ровно то же самое, что было в стандартной модели. Лептоны, значит, по Су3 тривиально, левые, значит, фундаментальное представление Су2, гиперзаряд тоже правильный. То есть, уже из вот этого столбца у нас часть квантовых чисел получилась. Ну, вот сегодня сейчас мы вот эту вот лекцию заканчиваем, а на следующей лекции убедимся, что все остальные квантовые числа, ну, точнее, квантовые числа для всех остальных полей будут как раз получаться вот из той самой матрицы там, которая соответствует представлению 10. Но это уже на следующей лекции. А сегодня заканчиваем. Тогда отдыхайте. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok